Я думаю, что это проблема многих сегодня, что мы недосыпаем, да, и с Господом, и я лично в какой-то степени потерял сон, и я в принципе и раньше, так, субботно на воскресенье обычно плохо сплю, Ну, сейчас это у меня уже каждый день, каждый день я по ночам могу встать, за кого-то конкретно молиться, или просто лежу, можно так сказать, широко закрытыми глазами, И просто вот так, мысли, 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 мысли одна за другой, много информации поступает, я сегодня хотел пустить одно видео, я захотел показать сегодня нашу братскую церковь, которая находится в городе Одесса, Конечно, кто-то может сказать, ну, вам легко рассуждать, вы сейчас не воюете, Вы сейчас не защищаете свои дома, Но я поэтому и хотел привести пастора Одесской народной церкви, Пастор Денис Сердеченко, Я очень хорошо знал его отца, Много добре познал его Баштаму Проповедовал в этой церкви Проповедовал в этой церкви И поэтому мы и сейчас поддержим хорошие отношения близкие И послушайте, пожалуйста, совсем короткие такие фрагменты, там буквально по пять минут Просто и слушайте некраткий парченца Два фрагмента всего лишь мы пустим Две части по пять минуты Да, пожалуйста Я рад, что мы действительно в присутствии Божьем Смотрите, что Библия говорит Не воздавайте злом за злом Или ругательством за ругательством Знаете, что мне, за что я переживаю? Насколько есть вот эти видео много с матерщиной И совсем с разными лозунгами Даже бывший президент Свердословия публично Могу сказать одно Весь мир молится за нас И разменять это на сквердословие Это просто неправильно, братья и сестры А ладно уже тот в политике Но мы иногда верующие люди себе позволяем глупости писать Говорить И держите камин Даже в сложные времена Да, у меня негодования большие Внутренние И вообще в голову не влазит Как можно издать указ убивать людей Я реально не могу это вместить Мне оно отскакивает Я не могу понять, как это И не можно вообще даже думать об этом Не только думать, а еще и делать Но это не значит, что я себе могу позволить Говорить, что хочу И дать волю всем своим чувствам Своим похотян Своим желаниям Правильно, братья и сестры? Аминь Вот, пожалуйста, придержите каминь Напротив Благословляйте Знай, что вы к тому призваны Чтобы наследовать благословение Вы призваны Скажите, я призван на благословение Вот так поставите на себя руку И смотрите Я призван на благословение Тот, который призван на благословение Он не имеет права сквернословить Ругаться И все остальное нечестивое делать Услышали? А кто не призван Пожалуйста, делайте, что хотите Но те, которые призваны на благословение Они должны благословлять Да, это тяжело Да, это тяжело Но пусть Господь нам поможет Ибо кто любит жизнь И хочет видеть добрые дни Тот удерживает язык свой от звара И уста свои от лукавы речей Услышали? Сегодня очень сильно хотел Прочитать это местописание Сегодня публично Пожалуйста Вообще Постарайтесь вот эти ролики не смотреть Потому что Я уже вижу, что некоторые верующие Уже Ничем не отличаются от неверующих Пожалуйста Думайте о святости Больше думайте о Боге Молитесь Дать тревожное время Да, всем тяжело Но Знаете, что я подумал Когда была молитва Что Бог нас благословляет Извините мне Я кашу с лососем Вообще не ел никогда в жизни Сегодня в церкви Была каша с лососем Что сделал, не знаю Где кашу с лососем Достали Респираторы привезли Помолимся за них Чтобы по себе Благословил Женщик не знаю Всегда процветал Я кашу с лососем Кто кушал кашу с лососем? Смотрите Сегодня 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 кашу с лососем Кто кушал? Я кушал Кашу Лососем не с кашей Мы тоже готовы Знаете Сказать, что Ну Бог Не благословляет ли Бог? Скажите Ну скажите Бог не благословляет ли нас? Благословляет Но это надо заметить А почему мы так Ну такие депрессивные? Знаете, что я заметил Меня смотрят онлайн Я тоже скажу Те, которые Сейчас Как сказать В изгнании Они более депрессивные Я заметил Чем здесь находящийся Рыж Это Я просто Ну я с ними Молиться заметил Я видел Я вижу То на дороге Одного встретил То еще что-то Куда депрессивные? Зачем депрессивные? Приходите В народную церковь Помолимся Депрессивные Уходят Потому что мы верим Иисуса Христа Я не говорю о халатности Я не говорю о том Что мы Браватством занимались Нет Я говорю о том Что У нас есть Господь И мы призваны На благословение Мы призваны На благословение Давайте мы Успокоимся В нем И Сегодня у нас Одна из последних Молитв Мы совершим молитв И сказали Господи Благослови нас Мы приглашаем Псалон Споем еще Какое-то Вот знаете Поклонение Где такое Сотверцание внутреннее Отсмотрение Бога Хотелось бы Чтобы Мне очень нравится У твоих людей Успокойся Сможете И второй фрагмент Нормально Нормально Успокойся Мы просим тебя Освободи нас От чистей Помилуй Своей рукой И пусть Твоя благодать И твоя сила Будет в нашей жизни Слава тебе Господь Айлуйя Сейчас мы Помолимся О том Чтобы Господь дал Полный мир Благодать Мы помолимся Чтобы Чтобы Господь Установил мир И которые Пришли Воевать Чтобы Немножко Угомонились И чтобы Шел мир Мы хотим Мир Правда Давайте Об этом Помолимся Аллилуйя Господь Сегодня Наша Молитва Чтобы Ты дал Нам мир Господь Есть те Которые Хотят Воевать Их сильно Нога Господь Они хотят Убивать Они хотят Насиловать Они хотят Разрушать Господи Во имя Твое Останови Господь Ты сильный Бог Аллилуйя И мы Верим Что Он не способен Остановить Эту агрессию О Рефраг Во имя Твое Дай Свою Победу Во имя Твое Господь Совершай Свою Победу Аминь Слава Богу Это Слово Было Позавчера В пятницу Вечером На вечернем Служении Одесская Народная Церковь Это Большая Церковь Филиала Находится По всем Городам И только В одном Городе Одесса Церковь Насчитывает Более Тысячи Человек Очень Большое Братство Около Четырехсот Братев Около Четырехсот Братев Ну то есть Это Практически Батальон Пусти Цел Батальон Вот Но они Не собираются Воевать Они просто Работают Активно Помогают Разводят Продукты Конечно Помогают Раненым И еще Много Другой Какой-то Помощи Тема Моя Тема Днес Закройте Рот Этому Демону Чуть Попозже Вы поймете Почему Такое Название Первое Место Которое Я хочу Прочесть Это Послание К Галатам Пятая Глава С Тринадцатого Стиха На проекторе Мы можем смотреть На болгарском языке Читать Я прочту На русском К свободе Призваны Вы братья Только бы Свобода Ваша Не была Поводом К угождению Плоти Но любовью Служите Друг Другу Ибо Весь Закон В одном Слове Заключается Люби Ближнего Твоего Как Самого Себя Если Друг друга Угрызаете И съедаете Берегитесь Чтобы Вы не Были Истреблены Друг Другом Я говорю Поступайте По духу И вы не будете Исполнять Вожделение Плоти Ибо Плоти Желает Противного Духу А дух Противного Плоти Они Друг друга Противятся Так что Вы не То делаете Что хотели Если же Вы Духом Водитесь То вы Не Подзаконом Дела Плоти Известны Это Суть Прелюбодеяния Блуд Нечистота Непотребство Идолуслужение Волшинство Вражда Ссоры Зависть Гнев Распри Разногласия Ереси Ненависть Убийство Пьянство Бесчинство И тому подобное Предваряю вас Как и прежде Предварял Что поступающий Так Царствие Божие Не наследует Плот же Духа Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость Водержание На таковых Нет закона Но те Которые Христовы Распяли Плоть Со страстями И похотями Если мы Живем Духом То по Духу Потому что Это то что Говорит Евангелие И сегодня Я хочу Так же прочесть Мы недавно На этой неделе Мы участвовали В международном Посте и молитве Международном Посте и молитве Где Постились все страны Включительно И Украина Включительно И Россия Включительно И Беларусь То есть На этом поле Мы вместе Мы не воюем И вот Одна сестра Галина Пишет Такое сообщение Очень важное Это ей написал Брат Служитель Из Иерусалима Мессианский еврей Дорогие Не знаю Как вы Воспримите Это Но сегодня Под утро Бог показал Мне Демона войны Скъпи не знам Как ще го Возприемите Обаче Тази сутрин Господ Ми показа Демона На войната Именно Было сказано Не без А демон И беше казано Че не е без А е демон Он был громаден С огромным ртом Той беше громаден С огромна уста Просто рот Как открытая бездна Уста Като голяма бездна И слово Такое пришло Ненаситимость Он поглощал Все Строение Технику Людей И все И такой голос Бога Закройте Ему рот И видение Закончилось И си молих Излизайки От това Че И вы В духа Ме Подкрепете Люблю И благословляю Вас всех Ходите Сили Духа Святого Который Действует Каждым Из нас Помните Как говорил Святой Августин Мы Без Бога Не можем Бог Без нас Не будет Такова Реальность Духовного Мира Небо Господу А землю Он отдал Сынам Человеческим Возвышайте Голос Голос В его Победе Для нас Сейчас Это Самая Важная Миссия И вот Сестра Галина Пишет Этим Поделился С нами Брат Когда мы Общались Онлайн Что В Египте Все Славянские Группы На Фейсбуке Во внутренних Группах Обвиняют Друг Друг Что В 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 Человечески В В Одна Украинка Например В Мадинате Занимается Выпечкой И Объявила В Группе Что Русским Будет В Еду Ложить Яд Жен Украинских Пастыров Постят Чтобы Остановили Путина Советуют Всем Купить Мазь Глазную Чтобы Мы Не Спасаем Их Что Мы Ничего Не Видим Якобы Украинские Пастыри Постят Пишут Чтобы Мы Верующие Купили Глазную Мазь Что Потерят Типа Мы Ничего Не Видим Что Ли Вся Надежда На Людей И Люди Ругают Других Людей Сплошные Маты Украинцы Матерят Русских Русские Матерят Украинцев И И Затова Устата На Демона И Отвор Война Началась Из-за Злых Языков Уже Давно До Этого Что Неверная Информация Друг От Други СМИ Привела К Ненависти Грешна Информация В Социалните Мрежи Е Довела До Мраза К Национализма Что До Сипор Род Не Закрыто Людей А Отсюда И У Демона Потому Что Эти Люди Стали Войти С Духом Божем Можем Да Закрыть Род Демона Приказами Но Пока Народ Божий Не Перестанет Можем Да Затворим Остата На Демона С Указ Обаче Докато Християните Не Си Затворят Остите Не Перестанет Черпат Пищу Из Средств Масови Информации И Не Спрят Да С Храйнят С Информацията От Социалните Мрежи И Не Пустят Божия Шалом В Серце Не Прекратят Выплескват Зло И Отчаяние В Ефир И Не Спрят Да Изливат Зло И Отчаяние Много Времени Питали Этого Демона Чтобы Он Набрал Силу И Выплюснул Всю Ярость Политики Должны Сесть За стол Переговоров И Начать Говорить Правильные Слова Принимать Правильные Решения Нам Верующим Нам Нужно Закрыть Род Для Проклятия И Открит Свою Род Для Благословения И Да Отворим Остата Си За Благословение Само Тези Които Се Водят От Божия Дух Будут Иметь Силу Да Благославят Враговете И Говорить Слова Благословения Амин Амин От То Чем Поделила Сестра И Това Което На Таком Международном Сайте Я Лично Я Просто Увидел Эту Картину Бесполезно Молиться За Демона Или Против Демона Бесполезно И Говорить Ему Закрой Свой Род Свою Пасть И При Этом Материться Сквернословить И Изрыгать Какую-то Ненависть И Злобу Уловите Вот Эту Связь Пока Верующие Ругаются Они Расширяют Род Демона И Это Подтверждается Писанием Я Прочиту Еще Одно Место Здесь Мы Только Что Прочитали Каковы Дела Плоти Это И Распри И Разногласия И Ереси И Ненависть И Убийство И Это Писание Говорит Про Верующих Людей Ну Якобы Верующих Потому Что Есть Плотские Верующие Есть Духовные Верующие И Плотские Верующие Они Могут Производить Очень много Таких Страшных Дел Давайте Мы Откроем Еще Одно Место Которое Написано В послании Якова И Он там Пишет Про язык И Пишет За язык И Там Написано У Якова Третья Глава С Пятого Стиха Вот Пяти Стих Так Язык Небольшой Член Но Много Делает Посмотри Небольшой Огонь Как Много Вещества Зажигает И Язык Огонь Прекраса Неправды Язык В таком Положении Находится Между Членами Наши Что Оскверняет Все Тело И Воспаляет Круг Жизни Будучи Сам Воспаляем От Гиены Язык Воспаляется От Гиены Можете Все Представить От Гиены Огненные Из самого Ада Исходит Вот Эта Информация Часто Всякое Естество Зверей И птиц Присмыкающихся Морских Животных Укращается И Укращено Естеством Человеческим А язык Укротить Никто Из Людей Не Может Это Неукротимое Зло Он Исполнил Смертоносного Яда Им Благословляем Бога И Отца И им Проклинаем Человеков Сотворенных По подобию Божьему Из всех же Уст Исходит Благословение И проклятие Не должно Братья Моисиму Так быть Течет ли Из одного Отверстия Источника Сладкая Горькая Вода Не может Братья Моисмоковница Приносить Маслины Или Виноградная Лоза Моквы Так же И один Источник Не может Изливать Соленую И сладкую Воду Мудро ли И разумен Кто из вас Докажи Это на самом деле Добром поведении С мудрой Кротостью Но если В вашем сердце Вы имеете Гурку зависть И сварливость То не хвалитесь И не лгите На истину Это не есть Мудрость Сходящая свыше Но земная Душевная Бесовская Ибо где Зависть И сварливость Там не устройство И все худое Но мудрость Исходящая свыше Во-первых Чиста Потом Мирна Скромна Послушлива Полна Милосердия Добрых плодов Беспристрастно Или несомерно Плод же Правды в мире Сеется у тех Которые хранят Мир Слава нашему Богу Вот к чему Господь Нас направляет Сегодня В это тяжелое время И вы знаете Вот на этой неделе Прочел Вот такую Интересную Как бы Подмеченную статистику И та заседница Почетуха Одна статистика Которая Разделила верующих Якобы На целых Семь категории На целых Семь категории И вот Одни верующие Они сегодня Воюют на стороне Агрессора И кто-то попал На эту войну Ну вот Просто отправили Человека на учение И вот эти Молодые пацаны В форме Просто их вот так Отправили Они даже не знали Куда они идут Те молодые молодежи Просто в униформе Сеги пыхнули В Привозные средства И сеги Спратили за война Без да знаят Вот тебе учение Да? Това е учение И пацаны Оказались Вот в таких Боевых действиях И оказалось Что это Совсем не Не учение Вторая группа Вторая группа Християн Которые сегодня Убивают На стороне защиты Които днес Убиват На стороне защиты Их можно И нужно даже Понять Можем И трябва Да ги разберем Если бы сегодня Да кто-то Ну Лез с оружием В мой дом Я бы конечно Тоже встал На защиту Но конечно Убивать Писание не оставляет Какого-то оправдания Для этого страшного греха Третья категория Это ненавидящие Християне Которые поддерживают Ту или другую сторону Читают всякую пропаганду Заряжатся От того Ощеповече И готовы идти На войну С оружием В руках Четверта категория Это злословещи И проклинающие Християне Можете представить До чего мы докатились Нас христиан называют Злословещи Или проклинающие Християне Раньше у меня Вот это даже в голове Она как бы так Не складывалась Как можно быть Проклинающим христианина В моем представлении Это до сих пор Несовместимое понятие Пятая категория Равнодушные У нас все хорошо При нас всичко И наред Моя хата с края Я ничего не знаю Кажется да мне Далеч И ничто не знам И просто вот такое Ну просто мы живем в мире И просто ни Живем в свят Я вспоминаю Только один эпизод Вспомним все Идват много Рижеви кучета И предупреждают животные О том что вот Атакуют Идут на нас И если помните Там какие-то птицы были То ли павлины То ли фазаны Какие-то такие Важные такие И вот они ходят И что они говорят Нам все равно Нам все равно И вот это равнодушие Оно иногда бывает Страшнее ненависти Шестая категория Это пацифисты Пацифисты Ну как бы да Хорошо Мы не берем в руки оружие Мы никогда не пойдем на войну Пацифисты когда-то В какие-то годы Совершили очень большое движение И я думаю Что даже благодаря Этому движению В какой-то степени Сократилось ядерное вооружение И какие-то страны Отказались от ядерного вооружения Но Все равно Через какое-то время Опять все это началось И седьмая категория Христиан Те которые хранят мир Как я прочитал сейчас И которые Кои побеждают Всякое зло добро Които побеждают Всякое зло с добро Ним стят за себя Без да отмыштават За себе си И побеждают Ненависть любовю И кто-то может спросить А такое вообще Возможно ли Это не из какого-то Мультфильма взята Да не отняко Анимационно Можно ли сейчас В такое время Любить Да убичаме Тех врагов Которые ломятся В мой дом И с ненавистью Убивают моих родных И последнее место Сегодня я прочитаю И оно написано В послании к римлянам 12 глава С 9 стиха Вот 9 стих Любовь да будет непритворна Отвращайте зла Прилепитесь к добру Будьте братолюбивы Друг о другу С нежностью В почтительности Друг друга предупреждайте В усердии не особивайте Духом пламенейте Господу служите Утешайтесь надеждой Скорби Будьте терпеливы Молитвы постоянны В нужных святых Пронимайте участие Ревнуйте о странном приемстве Вот наша церковь Да она сейчас занимается тем Что мы принимаем беженцев Кормим их Благословляем их финансами Дальше отправляем Куда они хотят Дальше двигаться Кто в Грецию сейчас едет Кто в Турцию Кто в Израиле В основном евреи возвращаются Благословляйте гонителей ваших Благословляйте А не проклинайте Благословляйте А не проклинайте Значит и в те времена Была точно такая же проблема Потому что в прошлый раз Я говорил такую мысль О том что Иисус Христос Он пришел на землю Во время римской оккупации По своей нации Иисус Христос был кто? Он был евреем Практически вся территория Израиля Она была оккупирована Самая сильная армия На то время Римская армия Римската армия Оно оккупировало эту территорию Окупировало тази территорию И брало налоги И взимало данных И понятно что Находились под гнетом Я говорил про партию зелотов Которая готовила восстание Против римлян Через какое-то время Они сделали это восстание По историческим фактам Двое из учеников Иисус Христа Апостолы Как я говорил Они были из партии зелотов История говорит о том Что это восстание Очень жестоко подавлено Очень много крови Пролилось Много кровь Все изляло И важная мысль Я специально ее повторяю Потому что Это то что происходило 2000 лет тому назад И это то к чему Призывает нас сегодня Господь В наше современное время У меня возникает Такое чувство Мысль О том чтобы Как будто бы Иисус Христос Не для этого пришел Он не пришел в Израиль Чтобы свергнуть Римское иго Хотя многие Именно этого ожидали Он не пришел Для того чтобы Вооружить своих учеников И научить их Драться мечами Когда Иисус Христа Брали Что произошло Я сегодня Никого не осуждаю Потому что И такое возможно Апостол Петр Ну казалось бы Но такая величина Доста Кто-то может сегодня сказать Но как может Апостол Павел Взять оружие Ну апостол Петр Там да Воевать Или другие какие-то апостоли Но Петр взял меч И когда стражники Хотели Взять Иисуса Хората са искали Да хванат Иисус Он вступил За Иисуса Христа С мечом И отрубил Ухо И утрязал ухото На стража Это известна история Това е много известна история Ну то есть И сегодня это происходит И днес това се случва И Иисус Христос И это Понимает И покрывает И това го разбира И покорива Но все-таки Он пришел для другого Обаче все пак Е дошил за нещо друго И поэтому Не бойтесь того Кто может Ваше тело погубить А бойтесь того Кто может И ваше тело И ваше душу Ввергнуть гиену огненную Вот этого надо бояться И просто Мы сейчас Вот в такие времена Вступили С пятнадцатого стиха Радуйтесь с радующимися Плачьте с плачущими Будьте единомысленны Между собой Не высокомудрствуйте И последуйте смиренным Не мечтайте себе Никому не воздавайте Злом за зло Но пекитесь о добром Перед всеми человеками Если возможно С вашей стороны Будьте в мире Со всеми людьми Не мстите за себя возлюбленные Но дайте место Гневу Божьему Ибо написано Мне от нщения Я воздам Говорит Господь Итак Если враг твой голоден Накорми его Если жажден Жаждет Напои его Ибо делай сие Ты соберешь ему На голову Горящий уголь Не будь побежден Злом Но побеждай Зло Добром Кто-нибудь Можете сказать На это аминь? Я понимаю Что это очень тяжело И это очень нелегко Я разбирам И временами Ученики Иисуса Христа Говорили Это вообще Это вообще возможно И что отвечал Иисус Христос То что невозможно Человекам Кому возможно Возможно Богу И еще другое место Говорит Все возможно верующим И вот где она победа Где вот эта победа А сегодня вот этот призыв Идет по всему миру Днес имаме този призыв По целия свят Закройте рот Для проклятия Затворите устата За проклятия И откройте мир Откройте рот Для мира И если утворите устата За мира Для благословения За благословение Для любви За любов И когда христианский мир Объединится И закроет свои Уста И затвори устата си Для какой-то злобы За некаква злоба То рот у этого демона Он закроет То есть своими делами То есть чрез свои дела Язык это На самом деле Очень важно Правильно оценить Я считаю что Язык это страшное оружие Намного страшнее Автомата калашников Поверьте мне Вот смотрите что произошло А началось Началось с того Что просто кто-то Открыл свой рот Не в том направлении Знаете я вот врач Я сам лекар Ну кто-то уже знает Что 7 с половиной лет Я отработал Психонерологическим диспансером Самыми Самые Такое знаете Вот В клиниках у нас Казахстане Она была самая Такая тяжелая Тази клиника При нас в Казахстане Беше най-тежката И там лежали Одержимые люди Они реально Бесновались Което наистина Беснуваха Одного доктора Кстати Зарубили топором Совершенно Какое-то Неадекватное поведение Совершенно Неадекватное поведение И вы знаете Как совершаются Убийства И знаете ли Как все Извышивают убийства Практически Всегда Это Отслеженная Статистика Твоя статистика Все убийства Начинаются С того Что человек Начинает Материться Сперва Он Открыл свой рот Просто Злоба Какая-то Потом Начались Маты Потом Человек Теряет Контроль Над собой И люди Так и описывают Я Описывал Это В истории Болезни Люди Описывали Потом Какая-то Сила Берет Меня Я даже Когда-то Рассказывал Об этом Лучше Не говорить Конечно Что Человек Может Сделать В состоянии Аффекта И потом Говорит Я открываю Глаза И вижу Вот эти Трупы Я понимаю Что Я не мог Такого Сделать Я не мог Такого Сделать А началось Все с того Что Человек Начал Просто Проклина И Псува Это Знаете Такая Сжата Квинтесенция На одном Человеке Происходит То Что Сейчас Произошло Так В Огромных И Великих Странах И У Эти Обеих Двухнацки Братских Наци У Обеих Наци Прошлый раз Я сказал Непобедимый Дух Понимаете Да И что Сейчас Происходит Одна Непобедимая Нация Воюет Против Другой Непобедимой Братской Нации Господи Пусть Это Остановится Я Согласен С Писанием О том Что И Начинать Надо Со Своих Уст Жизнь И Смерть Во Власти Языка На Все Сесть За Стол Переговоров И Нам Верующим Надо За Это Молиться Чтобы Пришли К миру Консенсус Всегда Можно Договориться Но При желании Всегда Можно Договориться Вместо Того Чтобы Мочить Своего Брата Или Отца Свою Мать Свою Убивать Своих Родных Пусть Это Прекратится И пусть Это Остановится Сегодня Вы знаете У нас Трапеза Господня Я буду Уже Заканчивать Я бы хотел Чтобы Вы Проверили Себя Чуть Чуть Позже Я прочту Место Где Написано Исправьте Сердца Ваши Дваедушные Потому Что Богу Не нужно Это Лицемерие В церкви Мы Одни Вне Церкви Мы Совершенно Други В церкви Мы говорим Слова Любви Вне Церкви Мы готовы Убивать И убиваем Не Должно Так Быть Братья И Вот Она Градация И Тук Имаме Тази Градация Можно Оставаться В мире Можно Стараться Любить Бога Всем Серцем Искать И Находить Его И Води С Духом Святым И Будь в безопасности Потому Что Бог Начнет Водить Тебя Вводить Потому Что Его Задача Самая Главная Задача Бога Чтобы Твоя Душа Была Спасена Бог Он Не Желает Твоей Погибели Или Чтобы Какое Либо Зло Было Причинено Тебе А Дьявол Наоборот Написано Он Есть От Начала Человека Убийца Он Ненавиди Человека Готов Его Просто Порвать В Лочи И Он Пришел Чтобы Украсть Убить И Погубить Эти два слова Не отличаются Убить И Погубить Убить Име Изведу Убить Тело А Погубить Что Значит Погубить Душу И Вот Это Для Дьявола Самое Такое Вы Знаете Самое Желанное Вожделенное Он Так Хочет Погубить Человеческую Душу Чтобы Эта Душа Никогда Не Познала Вечного Спасения И Отправилась Ввести С Ним Вечную Погибель Просто Взвести Себя На Весах Божьих Где И Сейчас Может Мне Все Равно Может Я Пацифист Может Я Сегодня Встал В тот Лагерь Который Злословие Проклинает И Через Мои Уста Начинает Кто-то Говорит Может В мое Сердце Вкралась Ненависть И Какая Злоба Которую Можно Оправдать Но Это Справедливо Но Всякий Ненавидящий Написано Так же Есть Человек Убийца Может Я Сражаюсь На Стороне Защиты И Это Благородно И Может Я Воюю На Стороне Агрессоров Нападающих Потому что Мне приказали Так Я Просто Исполняю Приказ Я Ничего Не могу Поделать Но На самом деле Всегда Есть Выбор Сделай Выбор Сегодня С Богом Ли Ты Или Против Него Потому что Слова Иисус Христа Он Говорит Очень Просто Кто Не С Мной Тот Против Меня Это Слова Иисус Христа Но Другое место Говорит Вот Тот Кто В Нас Иисус Христос Он Больше Того Кто В Этой Мире То есть Можно Победить Эту Ненависть Можно Победить Эту Врага Можно Закрыть Свой Рот В отношении Проклятия Можно Или Нельзя Конечно Можно Это Все Реально И Это Будет Начало Того Что Рот Этого Демона Он Будет Закрыт И Он Перестанет Делать То Что Он Делает Аллилуйя Давайте Мы Слоним Наши Сердца И Коротко Помолимся Господь Благослови нас Пожалуйста Очисти Наши Уста Очисти Наши Сердца От Всякой Той Мирской Информации Не важно Откуда Она Приходит Это Человеческая Земная Как Написано Бесовская Мудрость Бесовская Информация Дьявол Хочет Чтобы Мы Вышли Из покоя Дьявол Хочет Чтобы Мы Потеряли Мир И Перешли На ту Или На Другу Сторон Но Не Того Хочет Бог Бог Хочет Чтобы Мы Вернулись В Совершенный Мир И Успокоить Нем Для Него Не Так Важно Наши Тела Для Него Очень Важно Куда Падет Наша Душа Спроси У Себя Куда Пойдет Сегодня Твоя Душа Если Вдруг Сегодня С тобой Что-то Случится Атомная Угроза Нависла Над всей Землей Никто Не Знает Когда Умрет Так Написано Атомный Взрыв Заплашивает Целая Земля Да И мы Знаем О том Что Ядерные Ракеты Находятся Сегодня В Сегодня Находятся В Полной Боевой Готовности И Осталось Только Нажать Красную Кнопку Но Если Ты Находишься В Мир С Богом Тебе Нечего Бояться Потому Что Твоя Душа В Руках Бога Скажи Богу Прямо Сейчас Бог Приготовь Мою Душу Я Хочу Быть Только С Тобой Прости За Все Мои Грехи Прости За То Что Я Ненавидел Прости За То Что Говорил Эти Страшные Слова Все Эти Проклятия Вся Мраза Коя Приминавала Через Мен Прости Меня Пожалуйста Омой Меня Прямо Сейчас Драгоценную Кровь Твоего Единородного Сына Иисуса Христа Очисти Меня От всякого Греха Прими Меня Свою Свою Семью Благодарю Тебя Боже Потому Что Так Написано Всякий Призвавший Имя Господь Спасется И что Мы Сердцем Веруем К Праведности А Устами Исповедуем К Спасению Прямо Сейчас Я Благословляю Своих Врагов Я Благословляю Всех Тех Людей Которых Я Знаю Которые Может быть Что-то Имят Против Меня Но Прямо Сейчас Ты Даешь Нелюбовь И Твою Святую Благодать Чтобы Благословить Этого Человека Простить Этого Человека Отпустить Этого Человека Победить Всякое Зло Добро Прямо Сейчас И Всякую Ненависть Любовью Только Так Мы Можем Победить Мы Не Можем Победить Зло Злом Но Мы Можем Победить Зло Только Добром Но Только С Богом Только У Бога Есть Такая Сила Сила Святого Духа Величина Той Благодать Безмерной Безграничной Божьей Любви Благодарим Иисус За то Что Ты Навечно Принял Меня В Свою Прекрасную Семью И Подарил Мне Вечное Спасение Во имя Отца И Сына Святого Духа Молились Аллилуйя Если Согласен Скажи Аминь Аллилуйя И Я Перехожу У нас Всегда Когда Происходит Первая Дата Месяца Трапеза Господня И Служение Немножко Задерживается Всегда Аминь